всем привет вы на канале байл блог ну что ж настало время вновь нам поговорить обиды заработка в сурер на торговле я разбил как раз это большое видео на две равные части по одной мы поговорим сколько можно заработать на торговле какие есть виды тактик но во втором видео который выйдет немного позже я расскажу сколько стоит минимальный бюджет и сколько будет окупаемость вы готовы тогда мы начинаем и так начнем мы с небольших тактик ну а пока поставьте лайк этому видео если вы еще не подписаны на канал подпишитесь обязательно на него потому что здесь выходит много годного контента ну а первые тактики мы разберем для новичков которые только пришли в проект или планируют присоединиться к проекту первый вариант заработка прямо уже на самом старте это регистрация по реферальной ссылке вы регистрируетесь по реферальной ссылке и и можете там найти у друзей у знакомых в чате как во всяких но не пишите в общем чате что дайте мне ссылку потому что за это идет сразу бан лучше найдите где-нибудь на форуме знакомого который вам расскажет но если такого такого нет то вот у меня внизу там видео есть ссылочка можете по ней зарегистрироваться и за пять покупок на аукционе вам дают сразу желтую карту то есть 6 по цене 5 карт довольно таки неплохо до получить халявную карту но а если вам и этого мало то у меня вот здесь вот есть бонусная программа по которой вы можете также перейти и выполнить определенные условия и заработать еще сразу редкие карты да да я подаю редкие карты они желтые как выдает администрация поэтому если вы купите даже на определенные условия желтые карты будете играть желтыми то вы получите красную карту и даже там где-то по-моему получаете синюю и уникальную поэтому если интересно бегом туда а потом сюда второй вариант заработка это игра в руки лик раньше мы могли играть всего восемь раз в руки лик и после этого она у нас отключалась больше там нельзя сейчас же администрация начала активно продвигать free to play и можно играть бесконечное количество раз то есть если вы хотите просто попробовать что такое сарр не хватило вам восемь раз поиграть ну или же копите бюджет и пока хотите понять как вообще что происходит ну или просто для удовольствия как играете там фифу поиграть вместо ставок почему бы и нет но вы можете также заработать редкие карты до сложно всего три призовых места но туда реально попасть и я знаю людей которые реально брали топ-3 место и брали себе редкую карту и могли ее продать возможно в будущем конечно администрация там поменяет правило сделает там три желтых либо пять желтых либо еще сколько-то но пока даются редкие карты поэтому пользуйтесь этим и вы можете заработать уже на самом старте даже без вложений на этом без вложений заработок вроде как заканчивается потому что но очень тяжело теперь перейдем к тактикам которые уже нужно зарабатывать вложениями я подготовил рейтинг которые мы делаем от лучшего к худшему мы начинаем от время затраты до профита для примеров я подготовил как раз таки игроков с редкими картами то есть я буду говорить про редкие карты для меня это и для старой аудитории более привычно но также это можно перенести на желтые поэтому если у вас желтые карты не нужно выключать это видео она действительно и для желтых карт и даже для синих и для уникальных поэтому видео подходит для всем но примеры будут только по редким картам вы можете разделить там на 8 на 7 стоимость которую я озвучиваю и она будет желтых картах и также там если вы синими торгуете то умножить там на 5 на 6 итак первая тактика которая прям идеально всегда заходит это резервный голки пер резервный голки пер в чем же она заключается но в самом названии уже понятно что мы искупаем резервный голки пер а в который находится у нас в запасе и просто ждем шансы когда они заиграют и там их уже перепродаем то есть эта тактика выглядит очень вкусно в плане того то что редкие карты стоят где-то три сотых две сотых пять сотых эфира резервный голки пер а в мы покупаем голки пер а в которые которым 20 22 25 то есть до 27 до двадцати восьми лет если мы искупаем то скорее всего не захотят сидеть где-то на лавке пойдут играть в аренду либо перед другой клуб ну либо же основного голки пера продадут он получит травму и наш голки пер будет играть а цена вырастет сразу несколько раз да для примера возьмем помазу на который продавался в цска игорь акинфеев уже в возрасте ему много лет и скорее всего скоро он завершит карьеру и илья помазуна является пока что первые опции на замену акинфеева его редкая карта когда он оставался когда он был вызван в том году обратно в цска на варьировалась от семи сотых до одной десятой эфира его как раз тогда покупали в этом году он ушел в урал в аренду него 30 полноценных матчей должно состояться и он теперь стоит порядка тридцати пяти сотых эфира то есть вырос он примерно в три с половиной раза что принципе является неплохо и при условии того то что это будущем потенциально основной голки пер также как пример мы берем кливленда из съедла когда стефан фрей узнал свой диагноз тромб в ноге и ушел на больничный кливленд стоил там по моему две сотые эфира сейчас когда фрей еще лечился неизвестно было когда он выйдет кливленд стоил порядка 15 сотых эфира то есть вырос он восемь раз буквально за несколько там часов и после этого к естественно сейчас фрей уже вышел обратно и кливленд обратно сдулся то есть можно поймать как раз таки этот пик и продать этого игрока можно взять как пример антон конченков который был без контракта которого можно было купить там за три за четыре сотых эфира сейчас он стоит около двух десятых эфира и так как раз таки для перепродажи самое то да он поиграет год два-три но это основной контракт его то есть он не в аренде поэтому стоит он не очень дорого из-за того то что он уже голкипер в возрасте еще можно взять за пример маркуса шуберта который в том году был шальке 04 он ушел в айнтрахт в аренду там он сидел на скамейке и в шальке он стоил тоже до 1 10 эфира сейчас он перебрался витас и стоит пол эфира и он вырос в пять раз то есть стоит обращать внимание как раз таки вот на таких голкиперов во время затрат не сильно много но и стоит также посмотреть неплохой ли это голкипер потому что бывает так то что 18 и 19 20-летний парни сидят на скамейке запасных у топовых клубов но стоят они на трансфер марк очень мало и потом они просто куда-то пропадают во вторых третьей лиги то есть здесь тоже есть риск но профит стоит того поэтому эта тактика конечно заюзанная уже ее многие используют но не до такой степени как допустим перепродажи поэтому берите себе на заметку вторая тактика который я называю скаут здесь мы отсматриваем молодых игроков либо же игроков которые играли в чемпионате не сильно известном и в которую клубов нет сорер да допустим чемпионат португалии чемпионат россии чемпионат украины чемпионат кого еще турции то есть игроки играли там средниках и друг перебрались теперь для печати в сорер ну либо же вообще играли в лиги которые опты не считает что еще лучше потому что здесь людей которые могут найти информацию сколько очков этот игрок набирал мало да из второй лиги поднимается здесь мы смотрим на этих игроков отсматриваем их смотрим стоимость на трансфер марк также и если там есть ценные кадры то мы себе естественно покупаем если это молодые игроки они скорее всего резервисты потому что молодые игроки основного состава стоит дорого сейчас молодые перспективные игроки которые резервисты они стоят гораздо меньше и стоимость их увеличится когда они выйдут стартовый состав то есть если взять вундеркинда из генка мартина вандервурта который в свое время стоил примерно 15 сотых эфира когда он еще не играл то сейчас его можно купить почти за эфир это не каждый согласится продать 19 лет основной голкипер ему еще играть четыре года в дивизионе и у 23 что весьма неплохо и довольно таки перспективно ну а теперь давайте перейдем к примерам молодые игроки которые только были напечатаны допустим арсен захарян из динамо многие знали кто следит за чемпионата россии что это талант первые его карты уходили за 15 сотых за две десятые эфира и не сильно гремели но потом сейчас если глянуть на трансферный рынок захарян уходит за пол эфира за шесть десятых эфира то есть цена выросла по у линии и спортинга когда он только перебрался из браги я его сам даже покупал за 7 сотых эфира перепродавал за 12 сотых эфира сейчас он стоит двадцать пять сотых эфира четверть эфира он поднялся то есть в разница принципе неплохая также я антон коченков то есть мы его отследили что он игра в локомотиве ушел и скорее всего он переходит какой-то клуб моего купили по дешевой цене он перешел и стоит дороже также можем взять молодого черки который сидел в запасе лиона которому на тот момент как его напечатали было 15 лет то есть молодой перспективный игрок стоит на трансфер маркта очень дорого на его можно было купить наверное за одну десятую эфира сейчас он стоит опять-таки больше полуэфира и как раз вот такой отсмотр молодых талантов и также игроков которые только пришли и готовы будут разрывать стоит на это обратить внимание да здесь время затраты конечно больше чем на резервном голкипере но здесь профит тоже будет очень вкусно если вы это сможете воплотить в реалии третий вариант заработка которого как раз таки увидели в прошлом видео резерв на старт раньше это было топ-1 сейчас это уже не топ-1 резерв на старт это игроки которые очень часто выходят на замены то есть это первая либо вторая опция замена состава почему стоит обратить внимание сейчас эти игроки связи с тем то что у них есть статус субтайтл они не играют полные матчи они не могут отыграть 90 минут они играют 30 20 40 минут но если сломается какой-то игрок по этой позиции либо же перейдет другой клуб на то он будет основным и если же наш игрок который как раз таки имеет статус субтайтл либо резервист он может уйти сам другой клуб и стать основным игроком там сейчас так как он резервист он стоит естественно дешевле если взять за пример то можем взять тони мартиноса который играл в порту в том году он яра был запасным да он выходил на замену но ушел морга вышел мартинес мартинесу можно было купить за пять сотых эфира сейчас мартина стоит от 15 20 и выше поэтому конечно же не стоит об этом забывать также можно засунуть сюда же антона коченкова который был без клуба имел статус субтайтл и он ушел в тульский арсенал и также его цена выросла поэтому эта тактика выглядит довольно таки интересно запасные игроки тоже должны быть естественно перспективные смотрите обязательно сайт transfermarkt если игрок стоит дорого то скорее всего он перспективный и хорошо играет ну потому что не может стоить там не знаю иван петрович московский который вон там у меня во дворе играет 15 миллионов евро он там стоит будет 15 евро это дай бог он будет стоить поэтому 15 миллионов и выше это прям хорошие игроки если взять там чемпионат россии чемпионат украины там если кто-то даже свыше 10 это уже считается вау четвертая тактика который не было в предыдущем видео это неудачники сезона что это подразумевается есть игроки которые лидеры своих команд но так или иначе они провели не выдающийся сезон который багрил их их никто не хотел покупать кто открывал лиги со 5 видели до статистику что они играют довольно таки плохо их не покупали цена и была маленькая то есть и сейчас там следующем сезоне мы знаем что скорее всего он уже вернется обратно на прежний уровень либо же уже вернулся либо же наоборот уже его там неудача прошла на как пример альберт русняк в том году он играл за salt lake city ужасно плохо я его сам даже покупал покупал я его за одну десятую эфириума сейчас он там выдает стрик прямо одни победы и у него голые ассисты ну и он реально начинает обратно возвращать свою былую форму и становиться тащером и сейчас его цена уже начинается от 25 сотых эфириума поэтому как бы как вариант неплохой сейчас плохо себя проявляет джозеф мартинес он не может начинать забивать как забивал раньше то есть он 30 40 голов забивал за сезон сейчас у него игра не идет если взять год назад джозефа мартинеса он стоил пол эфира доходил до эфира одного стоимость потому что он реально был в топе в этом году он получил травму он не играл восстановился опять какая-то небольшая травма форму не набрал и сейчас мы его можем купить за две десятые за три десятые эфира вполне возможно то что в следующем году в следующем сезоне млс он будет стоить там один эфир обратно то есть все может быть поэтому кстати берите себе на заметку и ищите также звездных игроков когда они пылят и вдруг они проводят неудачный сезон потому что может клуб провалиться может сам игрок провалиться связи там какими-то проблемами поэтому берите обязательно на заметку но не стоит брать игроков которые находятся уже в возрасте да то есть если мы возьмем там дрис мертонса год назад он перил то сейчас он находится на скамейке запасных лечится то вряд ли он будет уже полить поэтому цена у него только будет по наклонной идти вниз пятая тактика это травмированные игроки очень оптимальная и выгодная связка в плане того то что мы ищем игроков которые сто процентов игроки основы они получают травму который их вытягивает на два на три а то и более месяцев и покупаем этого игрока когда на пике спаде то есть пик травмы у него проходит да то есть мы сделали операцию еще нет информации что начал тренировки как раз люди понимают менеджеры которых игроки эти получили травмы что пора его скидывать что не скоро он еще вернется это просто простой эфириума и как раз можно выгодно купить как пример возьмем стефан фрей голкипер сиэтла он сначала получил небольшое сотрясение мозга а потом узнал то что у него тромб в ноге до тромба в ноге он стоил три десятые эфира после того как у него нашли тромб естественно цены повалились вниз еще чуть-чуть подержались конечно высоко но это как и обычно бывает первые две-три недели после травмы цены пытаются держать максимально высоко потому что ну как говорил великий мавроди лох не мамонт он не вымрет вдруг кто-то увидит что у фрея там пять игр сыграны и купит его потому что а-ля дешевле рынка да там продают и прочее 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 поэтому менеджеры пытаются исхитриться и извлечь побольше выгоды но потом этот период проходит все понимают то что игрок на травме что он не играет и цена его падает то есть я его покупал можно было купить за три десятые эфира вам момент тромба он стал стоить одну десятую эфира и сейчас он вернулся он уже начинает стоить двадцать пять сотых эфира что уже мы могли заработать на этом 15 сотых эфира буквально за два за три месяца также мы можем взять павлини из байера его можно было купить когда он был в прайме за три десятых эфира момент травмы все его покупали за одну десятую эфира сейчас он обратно откатился к двум к трем десятым эфира и таких игроков принципе за сезон можно найти много купить их и потом соответственно перепродать но опять-таки не покупайте сразу после травмы и не покупайте в момент когда уже twitter говорит все он тренируется в общей группе покупайте тогда когда он будет прям молчать никто не знает сколько ему осталось сколько прошло как он на каком этапе то есть тот момент нужно и покупать в другой не нужно шестой вариант заработка это трансферные слухи здесь мы можем как прогореть также и выручить довольно таки неплохие деньги то есть мы читаем анализируем новости всяких буквально первый слух и мы покупаем этих игроков на лучше конечно уже сейчас изменить тактику потому что я эту тактику озвучивал уже два раза в предыдущих видео если вы не смотрели они вот здесь и как бы люди все равно меняются и когда только слух происходит что там кто-то перешходит куда-то или этого игрока хотят купить цены становятся бешеными допустим квинти промес когда переходил из аякса в спартак то есть этот трансфер тянулся месяц и после двух там трех слухов то что все находится на финальной стадии промес стал стоить просто космических денег там x2 x3 а цены там по пол эфира по три четвертых эфира то есть ну прям ну бешеный реально деньги которых он реально не стоит и сейчас его можно купить там за три десятые эфира тогда уже все это пройденная тема и наоборот вот в этот вот слух нужно продавать игроков но как же тогда быть и как же работать с этим рынком как работать с трансферным рынком правильно первое что это можно это закрытые лиги трансферы то есть если вы разбираетесь в японии в корее это прям будет гигантский плюс для вас если вы будете знать какой игрок куда уходит там читать это все слушать новости ну и также возможно к счастью для аудитории но российский рынок тоже довольно таки закрытый и многие могли заработать на переходе антона коченкова он там перешел буквально за сутки а я с гулиев тоже перешел буквально за сутки и прямо таких историй красочных не было то что вот ведутся переговоры и тогда на этом можно заработать но этого стало мало естественно сейчас больше на трансферных слухах можно заработать когда мы закатарились заранее либо же на слухах о том то что он идет в грецию как пример болот игрок сейчас голкипер гента он играл за гент все и защищался из друг появился где-то слух турецкий клуб 2 суперлиги ведет с ним переговоры и они находятся финальной стадии болот естественно полетел по цене вниз до здесь прям гигантский риск 50 там даже больше чем 50 на 50 что этот игрок уйдет но он не переходит да и следует следовательно болот стоил 25 сотых эфира он подешевел до 15 сотых и потом когда он остался в генте он вернулся опять 25 и как раз на вот этих 15 можно купить также пример с виктором класса нам которые все прогнозировали что он идет чемпионат греции который также не считает опта все там уже финальная стадия он должен уходить в паук его цена даже когда он праймовые очки выбивал там по 80 по 70 доходило до двух сотых эфира то есть прям вообще копейки это в дивизионе all-star один раз набрать 250 очков ну конечно же такой играх нужен берем покупаем сейчас он продолжает играть в краснодаре и сейчас у него цена уже примерно 6 сотых эфира и также заранее готовим трансферные слухи вы знаете хорошего игрока который сидит на скамейке запасных в топ чемпионате либо же в топ-клубе каком-то и вы знаете что он недоволен где-то увидели где-то прочитает да сейчас сентябрь месяц октябрь начинается зимнее трансферное окно впереди вот сейчас уже образуются эти слухи не постесняйтесь купите этого игрока да возможно будет он у вас балластом висеть но вполне возможно что он перейдет и здесь как раз таки 30 процентов наверное всех вами купленных под эту тактику реализуются с боль ну прям с гигантской выгодой остальные принципе вы можете продать чуть дешевле либо же чуть дороже но если сводить дебет с кредитом то вы естественно выйдете вперед но опять таки здесь прям риски большие профит здесь большой и поэтому к сожалению в моем рейтинге данная тактика занимает шестое место седьмое место занимает тактика ловкий торговец здесь суть заключается в том то что вы ждете выдачи наград будь это желтые карты будь это красные карты вы находите менеджеров которые выпала эта карта и вы знаете то что среднерыночная стоимость допустим 0 2 эфира вы даете ему предложение 18 сотых эфира и тем самым две сотые эфира вы закладываете в свою маржу этот менеджер на там 70 процентов согласится вам продать потому что если карта это ему не нужно то он согласен ее спадать то есть если мне приходит предложение как раз таки на призовую карту эта карта мне нужна я ее отпущу дешевле потому что ну я ее не покупал я ничего не тратил и фиг его знает что там по средней рыночной стоимости я согласился вроде нормально вроде нормально то есть 10 процентов уступил и как раз таки эти 10 процентов вы можете заработать но опять не все менеджеры и нужно будет постоянно искать и писать там дискорд время затрат большая профит тоже неплохой если этим заниматься если вы это делаете как основная работа то профит будет естественно у вас вот такой вот здоровый больше чем я 8 вариант это оптовый покупатель то есть здесь также в названии закладывается суть этой торговли вы просто скупаете оптом есть много менеджеров по которой той или иной причине пытаются продать свои карты они возможно ему уже больше не нужны либо он хочет срочно вывести деньги там закрыть кредит или же ему срочно нужны деньги ну разные бывают случаи бывают истории и есть оптовики да допустим как павел трейдер он покупает за 50 процентов стоимость от игроков вы можете покупать также оптом до 70 за 60 процентов за 80 все зависит от вас чем выгоднее вы предложите больше вероятность вам согласятся но опять таки здесь также влияет время затратность и прочее 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 то есть много есть факторов которые не сильно дают выгодный профит потому что иногда вам могут спихнуть игроков которые по факту да они стоят средняя стоимость там одна сотая эфира но они никому не нужны и продаются там но может одна раз в неделю раз две недели то это будет счастье если вы такого купите но вы долго можете их реализовывать и какие-то у вас могут лежать балластом поэтому будьте аккуратны когда вы покупаете оптом если хотите этим заниматься то занимаетесь никто палки в колеса не вставляет и принципе тактика имеет место быть девятая тактика это крест нет ни на каких игроках мы крест не ставим они уже стоят то есть есть если вы не знаете то красные крестики напротив игрока и есть синие крестики синие крестики это считаются игры только в кубках европы либо же там чемпионате азии да если это саудовская аравия то лига чемпионов азиатская это международные турниры всякие и так далее и тому подобное и есть красный крестик это когда игрок находится без клуба либо там во втором дивизионе не призываются но больше конечно синий крест красных крестов очень мало и красные кресты ставится игрокам которые завершили карьеру так что будьте бдительны и аккуратны не покупайте старых игроков потому что они скорее всего могли завершить карьеру вы просто аннулируете свой профит а так если игроку 23-24 года вы его покупаете с синим крестом там с красным крестом и вы знаете что он там не погиб у него не какая-то там болезнь которая поставила крест на карьере а просто игрок который ждет своей очереди он играет там второй лиги где-то стоит принципе неплохо либо же играет там саудовскую аравию на заработки уехал то скорее всего в скором времени он вернется в какой-нибудь дивизион где считает опта возможно там через два-три года как раз таки и там чемпионат украины у нас есть шахтер но чемпионат украины опта не считает возможно через два-три года опта будет считать чемпионат украины и тогда игроки синим крестиком сделаю там x5 в цене либо же эти игроки могут перейти играть там из шахтера там в челсе и также будут переносить очки и тем самым так как сейчас стоят вот эти крестики синие и красные игроки стоят дешево потому что ну у меня есть до игроки но я на них особо не смотрю раз 10 за год я их использую но не более того поэтому зачем это нужно и цены естественно на топовых защитников с синими крестиками с красными крестиками значительно ниже чем на топов которые играют обычно и здесь можно как раз таки на этом заработать когда игрок переходит ну либо же когда какое-то глобальное событие типа вот как чемпионат европы чемпионат мира если наш игрок синим крестиком основной игрок сборной то медвиг либо же в game week на сборных будет хорошим решением для перепродажи этой карты но здесь проблема в том то что нужно ждать довольно таки много времени для реализации этого плана поэтому как раз к сожалению девятое место и десятое место всеми любимая и всеми используемая перепродажа карт то есть чем заключается данная тактика здесь большое количество время затраты потому что сейчас аукционы у нас идут каждые 20 секунд там желтые красные все карты вперемешку поймать карту можно до такую перспективную который дешевле рынка но уже сложнее потому что столько же менеджеров как и вы борется за эту карту возможно где-то урвать но это уже сделать тяжелее чем год назад и тем более чем два года назад то есть если прям сесть с полуночи до полуночи пытаться купить на аукционе дешевле карты вас получится купить ну может 20-30 карт но не больше вы эти карты покупаете и перепродают то есть выставляете на продажу там на 10 на 15 процентов дороже то есть самые обычные торговцы которые этим зарабатывают да возможно вы сможете подержать чуть эту картона вырастет но возможно она упадет цене но главная суть вы покупаете на аукционе свои карты и такой вот небольшой вам секретик с утра по московскому времени если брать где-то время с 4 до 7 утра до 8 самые дешевые цены на аукционе если не поставили заранее ставку если они там только недавно вышли образно говоря либо же их кто-то пропустил не поставил на самый такой высокий минимальный порог то эти карты самый дешевый почему потому что мало менеджеров которые у нас есть живут в азии в америке сейчас уже поздний глубокий вечер то и ночь выступает людям спать в европе еще глубокая ночь уже все кто ночные игроки легли спать как раз наш часовой пояс может на этом заработать так что берите на вооружение ну и если у вас есть какая-то своя тактика пишите обязательно ее в комментариях и не забудьте поддержать это видео лайком и подписаться на канал если вы не подписаны потому что вот столько много информации я вам дал пересматривайте и обязательно добавьте это видео себе в закладки иначе можете упустить свою выгоду всем пока